Я думаю, что это очень важный этап в российско-армянских отношениях, поскольку такую резкую оценку официальное лицо такого уровня, как министр иностранных дел России, пока никто не давал из Москвы. Да, это говорит о том, что, сколь мы приближаемся к 5 апреля, когда состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителем Еврокомиссии, госсекретарем США, напряжение будет нарастать, и подобного рода оценки из Москвы будут звучать на самом высоком уровне. Говорить о том, что это уже необратимый процесс, я думаю, еще рано. Во всяком случае, и у Москвы, и у Еревана есть шанс все-таки сесть за стол передговоров и, наконец, привести в соответствие с реальностью нашего времени характер российско-армянских отношений. К сожалению, в последние, как минимум, 15-16 лет мы видим процесс, что национальные интересы России и Армении все больше расходятся. Приоритеты в государственном строительстве и внешних связях также становятся сильно отличными друг к другу. Но при этом на формальном уровне можно говорить, что отношения, наоборот, углублялись. В частности, это касалось сферы безопасности. Во всяком случае, так это было до 2020 года. И даже какое-то время после 44-дневной войны. И эти ножницы между реальностью и формальным характером отношений, они привели к сегодняшнему кризису, из которого выходить будет очень сложно. Но соответствующие усилия, тем не менее, должны быть реализованы, поскольку Россия – это ли то государство, чье присутствие в нашем регионе можно игнорировать. Я думаю, что необходимо осознать и Москве, и Еревану, что снижение уровня отношений неизбежно. Я не исключаю даже, что может быть пересмотрен статус стратегических союзников, поскольку в очень многих процессах геополитического характера в области безопасности отношения Армении и России союзническими быть не могут. Но это не значит, что нельзя найти другую форму взаимоотношений. И над этим необходимо было работать еще много лет назад. Но, к сожалению, проблема и грядущие вызовы не очень осознавались. И, к сожалению, если говорить о тех заявлениях, которые вы упомянули со стороны министра иностранных дел России и спикера армянского парламента, мы, к сожалению, убеждаемся, что готовности к конструктивному диалогу нет ни с одной стороны. В принципе, трудно сказать, что получает Армения, потому что мы многое уже уступили. Азербайджанские войска находятся на территории самой Армении. Даже если мы будем еще и уступать все выживание, то это будет означать, что фактически мы ничего не получаем. И всего лишь заявляем, что все это принадлежит Азербайджану. Кто сказал, что принадлежит Азербайджану? Конкретно кто сказал? Если мы говорим о том, что кому принадлежит, то давайте в основе всего этого поставим определенную карту. Карту 27-го года, я не знаю, 76-го года или какого года. Но определенную карту давайте договоримся сначала, а потом говорить уже о каких-то селах, которые должны уступить, о каких-то землях, которые не нужны Армении и так далее и тому подобное. Все это, честно говоря, уже, так сказать, коробит людей и добавляют очень много невроза в нашем обществе. Я считаю, что это весьма и весьма недальновидная политика с нашей стороны. По всей видимости, имеются силы, которые подсказывают им поступить так, а не иначе. Потому что, если исходить из логики определенных переговоров, то логика должна быть одна. Договариваемся сначала целиком, кто что, если уступает. Уступает им, исходя из чего уступает. Потому что существуют международные договоренности, международные правила, международные законы, согласно которым очень многое должно быть выяснено. То есть, эти люди, которые проживали там, они имеют собственность, они владели этой собственностью. И хотя из этого сего бы эти территории должны отойти к другой стороне. И какова будет, так сказать, судьба этой собственности в конечном итоге. Очень много таких вопросов, я еще раз повторюсь, согласно международным законам, согласно тем правилам, о которых мы говорим, консолидирование Запад, есть очень многое. Потому что, вы знаете, как в этих переговорах, когда мы говорим такими общими фразами, мы всегда должны помнить, что дьявол кроется в деталях. Все детали должны быть выяснены, широко все. И только после этого говорить о делимитации. Какой положительный эффект, если это не делимитация, а уступки в одностороннем порядке. Прежде всего, в Армении есть единственное правительство Армении. И никто это не оспаривает. Речь идет о том, что у нас сегодня находятся не просто люди, которым дали статус беженца, а это бывшие жители Нагорно-Карабахской республики. И Нагорно-Карабахская республика, как таковая, не может быть распущена иначе, как через ту же процедуру, какой она была создана, то есть референдумом. В силу того, что невозможно провести референдум по известным причинам, общеизвестным причинам, поэтому Республика Нагорный Карабах продолжает свое существование де-юре. И абсолютно безосновательные. Эти страхи, я их по-другому не могу назвать, страхи по поводу того, что наличие де-юре Республики Карабах, у нее никто, Нагорно-Карабахской республики, никто ее не может распустить, кроме как референдумы повторять. Поэтому никакой угрозы существованию де-юре Нагорно-Карабахской республики и его правительства, оно по определению не может представлять никакой угрозы. Теперь что же подразумевает под угрозами и что за страхи у человека, занимающего кресло премьер-министра Адынии? Тут вряд ли нужно искать долга или гадать долга. Почему? Потому что, как мы уже знаем, как уже доказано результатами почти шестилетнего, скоро шестилетнего правления этой команды, существенно, что страхи есть только от невыполнения обязательств, взятых или обещаний, взятых или данным правительством Армении во главе с его руководителем, стране, соседней стране, которая осуществляет геноцидную политику в отношении армян, а именно Азербайджана. Надо вот еще раз просто напомнить, что существенно, что не может быть она распущена иначе, чем референдумом. То есть надо считаться с юридической реальностью. Это первое. Второе. Существенно, что так много и противоречимо комментируемое решение президента Ансаха о том, что в силе тех, кто хочет остаться и стать гражданином Азербайджана остался, а если нет, то они свободны решать свою судьбу. Я до сих пор считаю, что это было правильное решение, потому что тача артаха республики со стороны руководителя правительства Армении ложным, противоречащим истории праву и реальным утверждением, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, что после такого явления единственное правильное решение было захоронить и спасти народ. Азербайджан применяется уже довольно-таки отработанную тактику, то есть они уже не отработали. Когда есть какой-то набор требований со стороны покупок с Армении, применяются какие-то силовые действия давления для того, чтобы либо дебилер выполнил, либо вскоре выполнение. В данном случае, судя по тем заявлениям, которые составили Азербайджан, они считают, что принципиальная армянская страна принципиальная согласия дала на проведение вот этого референдума, которое не требует не направления референдума, а на внезение изменений в Конституцию и на передачу территорий в Санужской области. Но в то же время, вот Баку выяснил, что несмотря на вот это заявление Илья Иванович, что он в принципе все готов сделать, это на практике не реализовывается. И вот здесь логично, что уже отработанная сходя Азербайджан применяет в какой-то форме военное давление для того, чтобы добиться ускорения, выполнения. Вот я думаю, что вот на практике на самом деле сказано, и в информационном плане тоже ничего нового нету, потому что Азербайджан уже не анаграб какие-то вот такие меры давления, он предварительно осуществляет информационную подготовку, обвиняя Азербайджан, что он в этой локации, якобы имеющих в виду австремных и так далее. То есть все это осуществляется уже достаточно отработанной в этой схеме. Что касается того, насколько эскалация велика, как я уже сказал, а это даже который год это применяет, это потому что он применяет как вот силовое давление, поэтому возможности эскалации остаются. Это вопросам масштаба их, то есть речь может быть, я как-то локально присел. Вокруг Ирана не думаю, что непосредственно есть счастье, клеить что-то вот ситуации с избранными и так далее, непосредственно на наш счет это не влияет. Но для Азербайджана вообще подключенная спиналная какие-то процессы на ближнем властелке, вот в жизни ситуации с эскалигацией и так далее, она где-то разглаживает руки, потому что понятно, что Иран, если он очень знаменит на каком-то другом направлении, он вряд ли сможет эффективно, достаточно эффективно, реагировать на ошибки в нашем регионе. То есть вот в этом плане это определенный урок может быть. И еще, я думаю, что определенный урок играет я не забыл тоже, потому что протеки Азербайджана она целом направлена на то, чтобы свести все переговоры и вообще контакты с Арменией в двусторонний формат. Поэтому в той или иной форме вовлечения Евросоюза и США в этот процесс Азербайджан воспринимает как попытка как-то его сдержать. И это где-то тоже подталкивает какие-то возможности ловить действия. Но здесь определенная осторожности страны Баку, потому что они, не зная на очень антизападную ритмику, стремятся, конечно, и не приводить к какому-то разводному прямому конкурсу Запада.